Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток! Я рад вас приветствовать на нашем очередном занятии по изучению курса Linux. И надеюсь, судя по картинке, вы догадались, какую тему мы сегодня будем изучать. А конкретно мы будем работать над темой процессов, понимания процессов, как программы загружаются и исполняются на компьютере благодаря операционной системе. И с помощью этой картинки я напомню вам, как происходило это с помощью ранних компьютеров. Когда-то компьютеры представляли из себя, ну, примерно вот большие шкафы, в которых, собственно, располагалась начинка. Это ламповые или там еще кремниевые компьютеры, да, одни из самых таких вот первых. И, собственно, роль операционной системы там играл человек. Была написанная программа, допустим, программа 1. Другой программист там писал программу номер 2. И человек сначала загружал там программу 1 в определенной ячейке. После того, как программа исполнялась, да, и вот эти перфокарты посылались на процессор компьютера, считывались там значения с этих перфокарт и так далее, человек подходил, брал результат программы 1 и относил программисту номер 1. После этого программа 2 таким же образом загружалась с помощью человека, опять-таки, в компьютер. Компьютер работал над программой номер 2. И результат программы номер 2, опять же, относился человеком там для такого-то программиста. Вот, вот такая была работа у сисадминов раньше. Конечно, человек загружал программу очень долго. То есть, пока ты эти карточки разберешь там и так далее, это все будет происходить очень долго. Поэтому человека надо заменить. Заменить другой программой. Я напоминаю, что эта программа называлась операционная система, да, ну и на заре ее был так, кернел операционной системы, ее изобрел, упоминаем нами ранее, Деннис Ричи, да, и в этом кернеле были несколько основных задач. Одна из основных задач, это, собственно, управление процессами, рождение новых процессов, исполнение процессов в порядке очереди, и многозадачность. То есть, когда у нас появлялись своего рода такие процессы, которые долго ждали, например, пока там придет письмо по e-mail, письмо по e-mail, да, или что-то там отправилось на печать, зачем ждать от принтера, что печать успешно закончена, ведь принтер может долго печатать документ, да, мы можем, пока принтер печатает, приостановить выполнение задачи печати, ну, точнее, делегировать ее принтеру, да, вот, и начать выполнять там другие какие-то определенные задачи. Вот. Собственно, с этим совсем мы сегодня будем знакомиться, и давайте попробуем дать более такое подробное определение для нашего процесса. Мы как-то упоминали, что процесс – это как бы запущенная программа, но стоит это определение немножко раскрутить, немножко усложнить. Процесс – это все-таки не сама программа. Процесс – это некая такая среда для выполнения программы. То есть, это не сама программа, да, а код программы плюс данные, которые загружены в программу. Ну, допустим, у нас есть команда ping. Допустим, у нас есть команда ping. Мы можем пингануть, ну, например, сайт yandex.ru, или мы можем пингануть к угловый адрес, там, 4 восьмерки, например, да. Это все данные, которые мы передаем в программу, да, в код программы, и коды программы запускаются в отдельном процессе. Ну, давайте посмотрим. Я открыл три терминала, и давайте в одном запущу ping до 4 восьмерок, и вот у меня идет ping. Как мы можем мониторить процессы? Есть одна такая команда, которая называется ps, она же сокращение от процесса snapshot, то есть, да, снимок процессов в текущей системе. Если я ее просто введу, она выдаст мне текущие запущенные процессы в конкретном одном терминале. Ну, в данный момент, вот, когда я нажал ps, у меня отработал сам ps, да, и запущен bash, который ждет какие-то программы. Но где же мой пинг? Моего пинга здесь нет. Для этого надо передать определенный ключик. Только единственное, ps у нас воспринимает ключи с defice. Это так называемые стандартные, как бы, стандартные ключи. И без defice это в bsd-like, скажем так, системе. Bsd это Berkeley Software Distribution. Система, скажем так, одна из ответвлений семейства Unix в противовес Linux. И вот, может быть, слышали, есть такая операционная система FreeBSD. Но не об этом сейчас речь. В общем, у нас, как бы, сейчас речь о ps. Собственно, для того, чтобы вывести все процессы текущего пользователя, мы введем ключик минус а. Да, и я увижу, что у меня здесь несколько терминалов. Вот первый, второй, там третий. Где-то я залогинен. И вот, среди прочего, мой пинг запущен на 4 восьмерки. Это еще раз. Вывести все процессы all processes текущего пользователя, под которым, да, я нахожусь. Это Роман. Давайте запустим, опять-таки, еще ping я.ru. То есть, еще раз, программа ping, она одна. Исполняемый код у нее лежит в одном месте. С помощью команды whereis.ping мы можем узнать, где лежит исходник пинга. Вот он лежит в данной директории. usr.bin.ping. Если я сделаю us-l.sr.bin.ping, да, я вижу, что он как раз-таки исполняемый execute. То есть, по сути, вот она программка. Я запускаю ее во втором терминале. И здесь, теперь в PSA я вижу, что у меня не один процесс, обслуживающий два разных каких-то адреса. А два процесса, запущенные с помощью кода одной и той же программы, но программа оперирует разными данными. Вот, в принципе, такое внимание процесса у нас возникает. Что процесс, это все-таки среда, где программа выполняется. С определенными переменными, где эта программа выполняется. С определенными кусками памяти, где эта программа выполняется. И с определенными библиотеками и прочим кодом, который эти программы за собой подтягивает. Вот. Все это мы дальше еще более подробно увидим. Будем вот эту вот тему сейчас раскручивать. Давайте пока остановим. Пинг клавишами Ctrl-C. И я также прошу обратить еще ваше внимание на то, что в какой-то конкретный момент времени процессор работает только над одной какой-то задачей. Он выполняет только одно какое-то вычислительное действие для одного, собственно, какого-то процесса. Ну, давайте акцентируем то, что одно ядро процесса, потому что сейчас у нас пошли многоядерные процессы. И вот если у нас, допустим, четырехъядерный процесс, то вот одно ядро в какой-то момент времени работает над программой. Например, она была в режиме ожидания и начала работать над командой ping. Она там состряпала пакетик, отправила его в сеть, перешла в режим ожидания. И тут может у нас возникнуть другой процесс, который у нас будет обрабатывать и ждать оболочки bash из терминала pts1, например. Баш pts1 поработал, остановился, ему выделился некий квант времени t, delta t такая вот. Здесь тоже delta t. Поработал bash терминала pts0. Тоже потом поработал еще какая-то другая программа. Program n. И так далее. Потом снова ping, например. Снова ping. Тут, конечно, на какой-то определенный адрес, например, на 4 восьмерки. А здесь уже, допустим, на яндекс.ру, например, поработал. Потом снова там на 4 восьмерки поработал. И так далее. То есть у нас вот это вот ядро процессора, оно не является, скажем так, многозадачным. Оно всегда однозадачное. Но благодаря тому, что у него огромная частота переключения между задачами и огромная частота вычисления этих задач. Ну, там, допустим, 3 ГГц. Вот слышали, да? Частота процессора. Вот, оно может с такими огромными скоростями переключаться между этими задачами. И вы даже не будете этого замечать. Из-за этого у вас возникает ощущение, что все ваши задачи выполняются одновременно, плавно. Что два ping идут одновременно. Команды вводятся и выводятся на экран, да? Тоже одновременно. Вы не замечаете. Но на самом деле там есть вот эти микропрерывания. И пока, допустим, там выполняется одна какая-то задача. Остальные стоят в очереди. В очереди на загрузку. Откуда они здесь и берутся. Вот. Из некой очереди. И у нас уже тут, можно сказать, появляется некое понимание жизненного пути процесса. Да? Его жизненного цикла. Собственно, у нас процесс не берется из ниоткуда. У нас процесс всегда форкается. Да? В переводе от слова вилка. У нас прождается от родительского процесса. У нас есть parent. Допустим, у него номер процесса 1. Рождается children. С номером 2. И остается все так же parent с номером 1. Вот. На данном пути как бы children отфоркался. То есть отделился от родителя. И процесс родителей работает дальше. Children работает дальше. Но к childrenу подгружаются новые какие-то куски кода. Новые данные. И когда мы вот ping запускаем. Сюда добавляется там программа ping. Другие программы, которые нужны для того, чтобы родились. Подтягивается аргумент. Там 4 восьмерки. И все. Здесь исполняется совершенно другой код. Parent как у нас был, так и остается там в виде баша. Да? Там он живет. И вот это точка старта рождения. Процесса. У нас всегда процесс рождается из какого-то другого процесса. Не может быть так, чтобы он был сам по себе. Вот. Процесс номер один. Самый главный родитель. Его рождает как бы kernel. Да? Ядро. Вот. Про него мы еще чуть позже поговорим. Всегда же должна быть какой-то источник. Вот этих процессов. И он может быть в состоянии готов. Да? То есть он находится в той самой очереди. Он runable. Он доступен для того, чтобы выполняться. Run. Бежать на процессоре. Да? Или выполняется в текущий момент времени. Run. Бежит на процессоре. Вот. Между этими двумя он сущностями здесь вот прыгает по несколько раз. Но потом, как только он выполнился до какого-то определенного условия, он может впасть в сон. Да? Спать. И ожидать. Да? Вот. Sleep. Ждать. По сути, одно и то же. Ждать он может каких-то сигналов. Здесь он может ждать каких-то сигналов. Тогда он будет как бы просто спать. Да? Ждать. А может ждать какого-то действия, какого-то оборудования важного. Такого, что никакой сигнал его не прервет. Это вот непрерывный сон, скажем так. Uninterruptible sleep. Мы дальше все эти статусы процессов еще будем изучать и смотреть. Где их можно посмотреть. Вот. В этом состоянии его даже убить нельзя, прикончить нельзя. Он всегда будет вот пока не произойдет какое-то действие, ради которого он как бы приостановился. В состоянии же sleep можно его приостановить. Ну, здесь как бы не остановлен, даже как бы приостановлен. Будет правильнее написать, да? И из приостановленного сигнала мы можем его снова, например, запустить. Он у нас будет готов, потом поисполняется на процессоре там и так далее. Вот. А может из приостановленного сигнала и завершиться, если мы его захотим просто вот прям завершить. Да? Остановили, завершили. Тогда запускается специальная функция, да? SystemCallExit, которая закрывает процессы, закрывает, освобождает всю память, которую он занял. Восвобождает все переменные. И он превращается в процесс зомби. Это прекращенный процесс. Но родитель всегда должен знать, что его дочерний процесс завершился, да? Родителю до этого всегда возвращается код возврата. Специальный такой код. Результаты работы программы. Вот мы попинговали. Нажали Ctrl-C. В этот момент у нас пинг остановился. Выгрузил все переменные. Всю память очистил. Вот эти данные, да? Сам очистился. Превратился он в процесс зомби. И вот как только код возврата дошел до родителей. И родитель удалил, да? Вот эту вот связь лишнюю. Только тогда он умирает. И удаляется из списка всех доступных нам процессов. Из состояния run тоже можно выйти. Видите, у нас тут отдельная стрелочка. Вот такой довольно-таки простой жизненный цикл процесса. Ничего тут сложного нет. В принципе, все просто интуитивно понятно. Собственно, где смотреть все эти статусы? В каком состоянии находится наш процесс? Давайте посмотрим. Вот здесь у каждого процесса есть статус. И мы как раз видим первую букву. Большая буква первая. Она, собственно, и говорит, в каком статусе он сейчас находится. Для того, чтобы каждый статус расшифровать, можно открыть мануал нашей команды PS. И ввести что-то вроде код. Где у нас там коды? И дойти до главы процесс state codes. Собственно, вот здесь основные процессы у нас перечислены. Вот он, uninterruptible sleep. Usually используется для ввода-вывода. Это как раз у нас непрерываемый сон. Буквка D. Буквка R. Running or runnable. То есть запущен в очереди. Это как раз-таки два вот этих состояния. Либо ждет процессорного времени. Своего кванта времени, чтобы поработать на процессоре. Вот эту delta t. Либо он в данный момент сейчас прям процессором обрабатывается. Это буковка R. Буквка S. Это как раз-таки ждет завершения какого-то сигнала. Это у нас interruptible sleep. То есть прекращаемый сон. Вот здесь. Буквка T. Это приостановлен. Когда у нас процесс находится здесь, он приустановлен. Буквка T маленькая. Это приостановлен. Дебаггером есть такая фишка останавливать работу программы каким-то дебаггером. Когда вы там отладку программы делаете. Это больше для программистов. Пейджинг не используется, не валиден. Но скорее всего это что-то было связано с памятью, выделением памяти. Потому что память, в оперативной памяти данные выделяются не прям байт за байтиком, а кусками байтов, пейджами, страницами. По аналогии как блоки на наших жестких дисках в файловых системах. Х умерший процесс. Шуднево без син. Никогда вы его не увидите в состоянии Х. Потому что Х внутри в коде где-то там Х проскочит. Но это завершившийся процесс. И Z это зомби процесс, который у нас уже прекращен. Но не сообщено родителю, что этот процесс... Ну еще не вернулся код возврата родителю. И родитель не знает, что его процесс завершен. И он еще пока может висеть в списках всех процессов. После больших букв у нас идут маленькие буквы. Ну и дополнительные коды. Вот они здесь тоже описаны. Здесь пишется дополнительная информация. Это процесс с низким приоритетом, с высоким приоритетом. Является ли он там совершенно лидером. Но об этом там попозже мы поговорим. И запустен ли он в многопоточном режиме. Мультитрэйдинг. Про потоки и процессы тоже немножко поговорим. Про их разницу чуть попозже. Вот. То есть основные коды мы можем видеть здесь. Давайте на этом этапе поподробнее поговорим про мониторинг процессов. А именно про команду PS. Что она нам может показывать. Как ей пользоваться. И так далее. Ну собственно мы познакомились уже с командой PS. А. Которая показывает все процессы текущие. Нашего пользователя Роман. Буковка X говорит. Показывай все процессы. Вообще всех пользователей. Давайте я открою. Видите тут уже список побольше. И тут мы видим как раз процесс с PID номер один. Такой специфичный процесс. От которого рождаются все остальные. А с квадратной скобки это системные процессы. Или процессы ядра. Тоже про них проакцентируем. Проакцентируем на них внимание чуть попозже. И наши уже пользовательские процессы. Которые запущены в юзер спейсе. В юзер спейсе. Буковка U. Если мы добавим сюда. Мы введем его в расширенном формате. Для того чтобы юзер лайк. Чтобы пользователю было удобно смотреть. Основные параметры системы. И здесь мы видим уже. Пользователя который запустил его. Процесс ID. Процент процессорного времени. Который жрет тот или иной процесс. Процент памяти. Который он у нас тоже жрет. Оперативной памяти. Это размер виртуальной памяти. Virtual size в килобайтах. То есть мы видим что этот процесс у нас жрет. 102 тысячи 332 килобайт. То есть порядка 100 мегабайт. RSS это у нас. Resident set size. Такая величина памяти. Которая используется конкретно в оперативной памяти. Выделено процессу вот столько памяти. А сажал в оперативке. По факту он там всего лишь 13 тысяч килобайт. Ну то есть 13 мегабайт. TTI. Терминал. В котором запущен этот процесс. Ну соответственно видите. Ядро оно у нас ни в каком терминале не работает. Поэтому тут знаки вопросиков. А пользовательские процессы. Вот Роман тут где я. Пинги я запускаю. Они запускаются из какого-то псевдотерминала. PTS0, PTS1 там. Или TTI1, TTI2 там. Вот TTI1 это я зашел. Вот у меня здесь баш запущен. Что-то там ждет. Вот. То есть у меня тут как раз отработал логин. И баш запустился. Где тут? Вот он. Есть у нас тут как раз баш. Статус. Про него уже мы поговорили. Слип, не слип, ранен, не ранен. И так далее. Старт. Время запуска. В данном случае мы видим, что система стартанул недавно. Если давно, здесь будет стоять еще дата. И TIME это время работы программы. Но это не... Это скажем так чистое время работы на процессоре. То есть если у нас процессор, процесс пинка отработал там 0,001 секунду во время создания пакета и отправки его, да, это время пойдет в копилочку. Так вот здесь вот это суммарное время вот этих всех временных квантов, которые выделяются под определенный процесс. Как видим, здесь очень много нулей, потому что процесс над ними практически не работает. Практически не заметен. Поэтому там доли, доли, доли секунды вообще используется. Вот. И COMMAND это, собственно, команда, которой запущен тот или иной процесс. Да. Вот если я опять введу здесь где-нибудь пинг запущу, то я эту команду, собственно, здесь и увижу. Давайте еще раз запущу. Вот. Пинг 4 восьмерки. Ага. Хорошо. Таким образом я могу понять, с помощью какой команды запустить тот или иной процесс. SSH обработчик, да, вот он тоже у меня тут есть. Тоже слушает. Тоже на него обратим внимание там чуть попозже. И запускается он вот такой командой. Давайте попробуем создать пару мощных таких процессов, которые бы нам меняли память или процессорное время. Пошустрее, да, чтобы мы видели на разницу вообще, как все это дело работает. Вот. И заодно посмотрим еще пару дополнительных ключей, которые мы можем здесь использовать для более точного отображения необходимых нам процессов и необходимых полей. Да, то есть столбцов, которые нам нужны для того, чтобы что-то интересное посмотреть про какой-то конкретный процесс. Для этого давайте создадим файлик, ну например, тест процесс, допустим CPU. Создадим его питоновским. Вот. Не будем сейчас сильно углубляться там в сложности языка питон. Если не знаете, просто повторяйте. Первым делом создадим такую конструкцию, как шибанг, которая нам скажет, каким обработчикам нам обрабатывать текущий скрипт. Про шибанги и прочее мы тоже поговорим более подробно на следующем занятии. Вот. Давайте я изменю цветовую схему. Чтобы комментарий был лучше виден. И здесь далее я делаю вот что. Я создаю некую переменную i, равную нулю. Говорю, что вот у меня есть переменная i. То есть я создаю как бы некий такой контейнер в памяти. Говорю, пусть в этот контейнер, в ячейку памяти у меня будет засунут ноль, а сама ячейка называется i. Дальше с помощью цикла, вот такого while true, это бесконечный цикл. Условием выхода из цикла является не истина. А while true у нас всегда истинное выражение, поэтому это будет бесконечный цикл. И в бесконечном цикле я буду брать текущую переменную i, присваивать и увеличивать ее на единичку. И класть в ту же коробочку, где у меня i лежит. То есть инкрементировать i, это называется. То есть все время увеличивать i на единичку. Грубо говоря, написал вот такой вот бесконечный счетчик, который будет выполняться на процессоре у меня, как только я запущу программу. Конечно же, надо дать права на исполнение, не забываем, для нашего testproc.cpu. Как видим, он у нас позеленел, значит можем запускать testproc.cpu. Запускаем, он у нас работает. В данный момент времени он у нас исполняется, процессор что-то с ним делает. Давайте, собственно, попробуем его в другом окошке поймать, посмотреть, поискать. PS, сделаю все процессы пользователя Роман. Чужий процесс выводить не буду, в user-like интерфейсе, ау. Собственно, вижу, что у меня BIN Python 3, как раз таки этот процесс запущен. Смотрите, он уже сожрал 22 секунды процессорного времени, и он в состоянии ранее. То есть он находится на очереди в исполнении процесса, потому что там никаких стопов нет, слипов нет. Процесс прям вот мощно занят тем, что он просто одну переменную инкрементирует постоянно. Смотрите на процент CPU, который он использует. Он использует 97%. То есть таким образом мы можем отследить процесс. Кто тут у нас хулиганит, какой процесс заставляет систему нагружаться больше всего там и так далее. Тоже попробуйте написать этот скриптик, запустить его, ну и подслеживать. Когда у нас процессов много, ну например, да, вот так вот. И мы тут много-много нам искать, кто тут что занят. Мы можем всегда отсортировать, отсортировать, отсортировать. Благодаря ключику SORT, который идет после наших вот этих вот управляющих ключей, у нас идет стандартный ключ SORT, мы указываем через процент название столбца, по которому мы хотим отсортировать. Вот, видите, тут процент CPU. Так, мы берем процент CPU. Так, маленькими буквами надо. Да, маленькими буквами. И у нас по возрастанию сортируется. Так как здесь везде 0, здесь у нас 99, там и 5, видите, он как раз у нас в конец переехал. Давайте я разверну на секрет. Или наоборот. Если я хочу в обратную сторону отсортировать, мне здесь надо поставить минус в начале. Тогда у меня самые жирные процессы будут в самом начале. Как видите, вот он у меня тут теперь наверху. Да, и я могу его с самого начала прочитать. Тоже запомните, этот ключик довольно полезен. Бывает, чтобы посмотреть, кто там из процессов у меня шалит. При этом, если я не хочу выводить всю эту портянку целиком, я могу запомнить PID процесса. Да, PID процесса. Указать здесь ключик P. Здесь вот, где BSD like подобный вывод. Так, а, ну уже, соответственно, без сортировки. А, без сортировки и без всех юзерских отображений. Не все выводить. Потому что буква X, она перекрывает букву P. Она выводит все процессы всех пользователей. И буква A тоже выведет все процессы Романа. А вот с помощью такого ключа PSU, P и ID процесса я выведу в юзер-лайк виде процесс под номером 1673. Вот. Нажимаю Enter. Видите, у меня выводится вся информация только об одном процессе. И я могу его, допустим, потом уже наблюдать с помощью Watch, который мы изучали на прошлом занятии. Так вот, передать эту команду. И смотреть в режиме Real-Time, сколько тут времени у меня потребляет процесс. Какой доли CPU у меня здесь есть. Ну, такой вот живой мониторинг, скажем так, можно развернуть по необходимому процессу. Или процесс сам. То есть через пробел я здесь могу указать другие номера процессов, которые меня интересуют. Ну, например, 16... Какой у меня здесь... Баш запущен. 16.08. Вот. У меня выведу и буду теперь смотреть за двумя процессами. То есть все это дело можно комбинировать, смотреть, передавать. Если мне надо что-то такое быстренькое получить, я могу сделать и всегда это передать на греб. Помните, да, такая у меня... Это фильтр, определенный фильтр по выводу. Вот. Передаю на греб. И как у меня скрипт назывался? Ну, что-то там, тест. Я гребаю по тесту и вижу, что у меня два процесса. Собственно, сам запущенный процесс. И греб у меня отработал в момент нажатия Enter. Да, он у меня тоже здесь отобразился. Поэтому вот у меня здесь именно два процесса. При этом обратите внимание, что как только я процесс завершу, здесь нажму Ctrl-C, да, у меня процесс завершился, и запущу снова, и запущу снова, ему присвоится новый номер. Новый номер. Как видите, здесь был 16.73, стал 20.94. Тоже обращайте внимание, что номера процесса меняются при остановке и повторном запуске. Также я могу с помощью PS и ключика O собрать определенные поля процессов. То есть, я, допустим, хочу видеть только процесс ID. Могу вот так указать. Тоже опять здесь маленькие буквы. Через запятую parent process ID, ID процесса, да. Потом вторым столбцом я хочу, например, увидеть и просто следующим столбцом команду, которая у меня тут запущена. Ну, соответственно, если я вот так вот веду, то у меня выдастся только процессы, которые у меня выводятся с помощью PS, да. Поэтому здесь я могу уточнить и передать ключики. AXO. Вот, таким образом я выведу все процессы в системе, но в нужном мне формате. Это parent ID, ой, просто process ID, уникальный его номер, parent process ID, ID родителя, да, и команда, то есть сам, ну, команда, которая запускает процесс, ну, или путь к бинарнику, который запускает процесс. И вот, что я здесь найду, что у меня в parent process ID, да, у процесса ядра, которые начинаются с квадратных скобок, родитель один и тот же номер два, а потом идут процессы юзер спейса, да, единички, и их много-много, видите, единичек. Это процесс SBIN и NIT, это процесс номер один в системе, который, собственно, запускает всю вашу систему. Ну, и у других там другие родители уже могут быть. Это когда вызываются другие процессы. Иногда полезно все это дело посмотреть в виде леса, forest, да, поэтому я могу добавить ключик F. Так, он уже не работает, по-моему, с вот этими ключами. А, вот, вот так надо было сделать. После буковки O идут всегда, конечно же, перечисления. Вот, поэтому буковка F должна быть где-то там между всеми. Вот, и таким образом у меня на экран выводится, как рождались процессы и кто является их родителем, да. Здесь я зашел в bash, в режим su-du-su, да, от такого-то пользователя, который подключился по SSH, который запустился от SSH-демона. Мы видим, что SSH-демон является родителем для нескольких сессий. Вот, в данный момент времени это вот у меня получается раз, два, три сессии PTS0, PTS2, PTS3, PTS4. Четыре SSH-сессии у меня открыто. Они являются потомками все одного процесса, которые, в свою очередь, являются потомком процесс ID, parent process ID. это... Блин, тут есть SBIN и NIT. Вот, родительский процесс. Теперь он, видите, сюда переехал. Вот, тоже удобно, чтобы посмотреть, отследить, кто у кого является тот родителем, кто кого породил. И опять-таки, в этой конструкции мы можем там все, что угодно вывести, там и вместо Command, перед Command добавить еще, например, статус процесса, стат колонка, да, называется. Вот, и посмотреть заодно статусы тех или иных процессов. Чтобы посмотреть, как работает механизм VSZ и RSS, да, то есть механизм выделения памяти, в оперативной памяти, там и так далее, давайте тоже напишем небольшую такую дополнительную программку. Vim, тест, процесс, не CPU, а уже назовем MEM, MEMORY, да, опять-таки переходим в режим insert, давайте сразу цветовую схему измерим, перейдем в режим insert, сделаем шибанг bin python 3 и сделаем такой код с помощью команды ну создадим переменной лист с помощью двух квадратных скобочек, это у нас такой массив, массив это набор уже ячеек в памяти, да, куда мы можем последовательно складывать какие-то числа, вот, давайте еще создадим переменную и равную нулю, и опять-таки запустим бесконечный цикл while true, в котором мы будем с помощью функции append к нашему массиву добавлять число и, то есть у нас давайте кратенько нарисую, есть оперативная память ram, да, ну или просто память, вот такая плашка вставляется в ваш компьютер, вот мы создали лист массив, это мы сказали выдели контейнер и он выделяется на n-ое количество, да, ячеек, где мы можем хранить разные там значения, там числа и так далее, вот, в первом этапе нашего цикла мы в конец нашего списка, ну в данном случае конец это будет самый первый элемент, потому что на данный момент он у нас пустой, да, и у нас первый элемент пустой, мы засунем ноль, потом я здесь сейчас напишу и равно и плюс 1, у нас и приплюсуется к единичке и во втором и у нас снова цикл начнется начала и у нас уже опять в конец добавится цифра 1, потом к 1 прибавится 1, будет цифра 2, снова в конец мы добавим цифру 2, потом добавим цифру 3, Цифру 4, цифру 5 И когда вот здесь выделенная память Увеличится Уменьшится точнее Ой, кончится, прошу прощения Кончится У нас добавится здесь еще кусок Добавление вот этих кусков Может происходить по разным алгоритмам В зависимости от языка, реализации и так далее Но это сейчас не важно Допустим здесь было 6, ага, кончился Я в 2 раза добавлю, добавлю 12 И пойдет туда писаться 6, 7, 8 и так далее И так далее, и так далее, и так далее То есть у нас память Благодаря такой программе Будет забиваться И будет память постоянно расти Ну что ж, алгоритм достаточно простой Ничего сложного тут нет Даже для новичков Поэтому давайте, собственно, попробуем Здесь Написать и запустить И плюс 1 Давайте я еще сделаю Такую конструкцию Как import Слип Давайте From Time И 1 Это будет означать Поспи 1 секунду В данный момент у нас процессор будет Ну просто спать Давайте с единичкой пока попробуем и запустить Я Давайте Одно окошко сюда Одно окошко сюда Я в режиме Vim Просто сохранюсь Выходить не буду Нажал Двоеточие W Вспомнили Такую конструкцию Просто записал В данный момент Скрипт у меня такой Здесь я запущу Во втором окошке TestProcMem Он у меня не определяется Потому что я как раз Забыл дать Права на исполнение Нашему файлику TestProcMem.py Теперь должен добиваться Табом TestProcMem.py Но прежде чем нажать Enter Я в другом окошке Подготовлю конструкцию Для поиска моего А давайте так сделаем Я выведу все пользовательские процессы В User-like интерфейсе И поставлю все это на Watch Их у меня немного Так что как только я запущу Здесь TestProcMem.py Он у меня должен здесь Сниже появиться Запускаю Да Вижу что он у меня тут появился И вот в принципе Изначально выделяется Определенное количество Памяти Под мой Процесс Который Да Вот Бесконечно выделяет память Ну и в принципе Из-за того что у меня Раз в секунду Процессор Работает То практически Никогда я здесь не увижу Статус ранен Буквки R Потому что я Практически Сложно поймать Да У меня Watch работает В режиме обновления Раза в две секунды Ну и память Практически не растет Потому что Выделяется Очень много Виртуальной памяти И в принципе Там Для моего Массива Хватит 16 тысяч килобайт Это почти 16 мегабайт За глаза Поэтому Изменим Работу Нашей программки Здесь Зайдем Перейдем В режим Инсерта И скажем Жди Не одну секунду А допустим Там Давайте Одну Миллионную Секунды Для процессора Это наверное Будет маловато Ну ладно Посмотрим Записали И перезапускаем Останавливаем Ctrl C И запускаем Заново Ага Видите Да Уже в режиме Раны Был он у меня Почти постоянно Ну то есть Его уже проще Тут поймать Хотя нет Все равно В режиме Слип Но не важно CPU Он уже стал Жрать 20% Почти И память Стала расти То есть Она вот Нет-нет Да обновится И увеличится Вот эти вот Странички Мои Страницы памяти Давайте сделаю Так Минус Н 0 0 Одну секунду Буду С помощью Watch Обновлять С каждой Сотой Миллисекунды Вот видите Да У меня здесь Память Растет И буква Р уже Проскакивает Вот в этом месте Вот она У меня Кликает На нижние Три поля Не обращайте Внимание Это как раз Таки у меня Отрабатывают Команды По 100 Команд В секунду Вот этот Watch Просто Вводит На экран Меня Интересует Вот этот Давайте Еще раз Изменим Работу Наши Программы Давайте Здесь Встановим И В принципе Закомментируем С помощью Решетки В начале Вот эту функцию Sleep Чтобы она Постоянно Работала На компе Ставим Здесь Решетку Опять-таки Двоеточие В write Сохраняем Текст Программы Программа У нас Изменилась Она Теперь Вообще Не спит Она Теперь Будет Выполняться На процессоре Просто Все Свободное Время Нажимаем Test.py Смотрите Решетки Out of memory Потому Все Все Дело Потестировать Позапускать Посмотреть Вот У нас Выделяется 40 мегабайт А уже 600 мегабайт 700 мегабайт 800 мегабайт Здесь Значение Всегда Как бы Больше Чем Значение RSS При этом Потом У нас Процесс Убивается Смотреть Свободную Память Просто Доступно Можно С помощью Команды Free Вот Mem Вот Swap Swap Это Слепок Оперативной Памяти Но на Жестком Диске На Медленном Жестком Диске Mem Это Как раз Таки Оперативная Память Total Used Free Здесь Все написано Основные Параметры С помощью Free Minus H Мы можем Ввести Это Human Readable Человек Читаем В формате В мегабайтах Гигабайтах Там и прочее Вот И мы Видим Что здесь Used 32 мегабайта Свободно 790 мегабайт А всего Был 1 гигабайт Мы выделяли 1 гигабайт При создании Нашей Виртуальной Машины Так что Ставьте На паузу Поиграйтесь Поизучайте Попробуйте Пофильтровать По определенным Параметрам Да Ну и поработать Вообще С командой PS И с вот Такими Небольшими Программками И давайте Еще поговорим Про Такую Такой Атрибут Процессов Как Nice Да В переводе С английского Приятность Или Уступчивость Вот И Зависящий От нее Приоритет Процесса То есть Когда у нас Есть Много Конкурентных Процессов Которые Дерутся За процессорное Время Если Процессорного Времени Начинает Не хватать Какому-то Процессу То мы Можем Благодаря Вот этому Nice Управлять Приоритетом Процесса И повышать Приоритет Перед Другими Процессами Давайте Посмотрим Как это Работает Выведем В отдельном Окне Давайте Выведем В отдельном Окне Команду Команду PS Все процессы В пользовательском Формате И зададим Выводить PID Процесса Приоритет Nice Уступчивость Вот это Вот самое Процент CPU Который Будет использоваться Процессом Ну и команд Чтобы ориентироваться Кто Есть кто И поставим Все это На watch На слежение Вот Все наши Процессы Как видим Тут никто Ничего Не борется Но есть Вот это Поле Приоритет И Nice Уступчивость Тут Ситуация Какая Чем Nice Больше Тем Процесс Вежливее Уступчив Он больше Готов Отдавать И делиться Своими Клантами Времени И занимать Меньше Кванты Времени Перед Другими Процессами Вот Это Все Нужно Тому Самому Менеджеру Процессов Который В операционной Системе Разруливает Кому Сколько Времени Выделять Если Процесс Найс Уступчивый Он Будет У него Больше Времени Отбирать А Если Процесс Найс Лес То есть Не Уступчивый Наоборот Он Жадный Процесс И То Ему Будет Больше Времени Выделяться Все Как В Человеческих Очередях Есть Люди Которые Готовы Уступить Очередь Там Кому Того А есть Те Кому Важнее Кто Будет Пихаться Впереди Очереди Для Того Чтобы Быть Обслуженным Первым Вот И Во втором Окошке Давайте Мы Запустим Нашу Программу Testproc CPU Да Который У нас Нагружал CPU Но В конце Добавим Вот Такой Значок Ampersand Который Позволит Нам После Запуска Вот Этой Программы Вернуться В Баш И Что Делать Еще Например Еще раз Запустить Программу Это Так Называем Фоновый Процесс То есть Мы Уведем Вот Этот Процесс В Фон Смотрите Что Происходит У У У У Проявляется Что Такой Процесс Родился 89-15 Вот Он У У Меня Тут Появился Жрет Он У Меня Там 100 С лишним Процентов CPU Один Одинешенек Ну И Хорошо Вот Ну И Баш У У Тут Доступен Давайте Я Введу Еще Раз Ага Родился Другой Номер Процесса Циферка 2 Появилось Это Количество Вот Таких Задач Запущенных 89-43 89-43 Вот Они Две Они Теперь На Пару Жрут По 100% CPU Ну Потому Что У Меня Здесь Два Ядра Насколько Я Помню Создавал Ну И Каждый Вот Может По 100% Там Ядра Забирать Веду Третий Для Более Показательного Действия Вот У У Меня Появился Третий Процесс 89-86 Вот Он У У Меня Здесь Есть И Работает Давайте Подождем Посмотрим Чтобы Время Как У Них Выровнялось Ну Их Желательно Запускать Одновременно Чтобы Тут Как Б Используемое Время Процессора Было Одинаково Потому Что Теперь Тот Кто Запустился Раньше Он Как Б По Статистике Больше Время На Себя Берет Но Мы Сейчас Это Дело Поправим С Помощью Утиль Тере Найс Мы Можем Вот Этот Найс Подправить И допустим Установить Он Может Быть От Минус Двадцати До Плюс Двадцати Значения То есть Если Я пишу Найс Минус Двадцать То У меня Здесь Найс Уступчивость Будет Минус То есть Процесс Будет Более Жадный И Укажу Например Вот Этот Хиленький Процесс Шестьдесят Шесть Процентов Который Да Я хочу Чтоб Он Ему Больше Внимания Было Выделено А Судо Вот Он Мне Пишет All Priority Ноль Новый Priority Минус Двадцать Смотрите Что Поменялось Здесь Стало Минус Двадцать Сам Приоритет При этом На Двадцать Стал Выше Вместо Девятнадцать Который Стандартный Приоритет Для всех Процесс Стало Аж Тридцать Девять Смотрите Процессорное Время Стало У него Расти И Наращиваться Он Стал За счет Подавление Других Процессов Он Стал Наращивать И Обгонять Здесь Стало Меньше Шестьдесят Девять Здесь Семьдесят Два А здесь Уже До Семидесяти Пяти Практически Дошло Если Я хочу Наоборот Сделать Более Уступчивым Теперь Все Хорош Поработал Давай Теперь Сделаем Значение Двадцать Плюс Двадцать Для Интереса Плюс Пятнадцать Еще раз Это Не Увеличение Это Установка Необходимого Мне Значения Ставлю Пятнадцать Здесь Поменялся На пятнадцать Приоритет Стал Меньше В меньшую Сторону Из девятнадцати Вышло Из пятнадцать Стало Четыре И У него Стремительно Стало Падать Процессорное Время Теперь Операционная Система Меньше Квантов Времени Ему Дает И Меньше Задает Времени При этом Я могу При запуске Программы Вот Когда я запускаю Программу Установить Необходимые Значения Найса Ну например Найс Десять Запущу Для Ну запущу Еще один Четвертый Поток Давайте Посмотрим А Так Там по-моему Надо через Дефис Указывать Да Вот Как видите У меня Запустился Найс Десять То есть Это положительное Число Установка Найса Это не Минус Десять Так вот Надо читать Если что Можно Справки Посмотреть Да У нас Указывается Дефис И Н Число Которое Будет у нас Выражаться Уступчивость По умолчанию Десять Но я Как бы Указал Явно И все У меня Родился Процесс С найс Десять Изначально Задался Найс Десять Поэтому Приоритет У него Девятка Он с Пониженным Приоритетом У меня Родился То есть Если надо Задать Программу С пониженным Приоритетом Вот Можно запустить Ее в таком Вот Виде Смотрите Там где Была Четверка У меня Уже 50% А у Остальных Приоритетных Процессов 77% Тоже Попробуйте Потренируйтесь Позапускайте Подслеживайте У себя Вот эти Вот Параметры Поставьте На паузу И сделайте Это Задание Также Мы Можем Можем С помощью Ключика Того Же Самого О Отслеживать User ID Effective User ID Effective User ID Вот так Он называется U ID Того Или Иного Процесса Который Был Условно Геро Запущен И смотреть Кем Он был Запущен Под Каким Пользовательским ID Как Видим Все Мои Тестовые Программки Были Запущены С User ID 1000 Если я Посмотрю C А Можно Не Это C Можно Есть Командка ID Которая Вводит Текущий ID Текущего Пользователя Вот User ID 1000 Но При Этом Давайте Раскрою Если Я Помните Такую Утильту Pass VD Которая У нас Меняет Пароль Но Она Запускается От Имени Рута Я Вам Сейчас Напомню Посмотрим Где Она Лежит User Bin Pass SVD И Делаем LL Посмотрим На Ее Права Доступа Помните Она У нас Таким Красным Цветом Красиво Выделялась И Была Метка S Где User У нас Права Доступа Это Так Назваем Метка SUID Которая Позволяет Во Время Выполнения Программы Устанавливать ID Пользователя Который Программка Принадлежит То есть Исполнять Программу От Рута И Давайте Примеры Ради У Меня Здесь Мои Программки Исполняются Под User ID 1000 Под Моим User ID Если Я Запущу Ping Например У меня Он Пойдет Ping И Он Тоже Будет От 1000 Но Если Я Запущу Программу Смены Пароля Pass SVD Смотрите Какой У нее User ID 0 Таким Образом Мы Тоже Можем Как Бы Смотреть Какая Команда Из-под Какого Пользователя Запущена В данный Момент В Системе Тоже Вот Запомните Ключик Е UID Колонку Е UID Которую Можно Отслеживать Тельные Параметры Итак Что Что Имеем Мы Имеем Следующую Картину Что У нас Запущено 4 Целых Процесса Давайте Посуды Прекратим Они Запущены Неизвестно Где И Как Их Вообще Остановить Теперь Как Вообще Работать С Процессами Как Их При Остановить Как Остановить Попросить Корректно Остановить Как Остановить Процесс Который Подвис В каком То Состоянии Дело В том Что У каждого Процесса Есть Обработчики Сигналов Специальных Таких Сигналов Которые Можно Посылать К тому Или Иному Процессу Этих Сигналов Давайте Веду Килл Минус Этих Сигналов 64 Штуки На Сам Деле В основном Системном Администрируется Используется Несколько Из них Мы Уже Знаем Сигнал Сигинт Сигинт Это Попросить Приложение Прервать Работу Из Терминала То есть По сути Это Сигнал Который Посылается При Нажатии Клавиши Ctrl С И Таким Образом Мы Можем Выбрать Нужный Нам Процесс Айди Например 8915 Да И С помощью Килл Минус 2 Послать Сигнал Сигинт Процесс 8915 Посылаем Он у нас Исчез Да Было 3 Стало 3 8915 Здесь Исчез При этом Кейборд Интерапт Нам Выдался Опять Таки В тот Терминал Где Где У нас Был Запущен Тот Или Процесс Вот С помощью Сигнала 15 Где У нас Тут 15 Мы Можем Его Попросить Корректно Остановиться Если Если У него Есть Соответствующая Функция Внутри Кода Которая Перехватит Очистит Все переменные Там И так Далее Давайте Передадим 8943 Функция 15 Питон Просто Закрыл Никаких Ошибок Уже Сюда У нас Не Вылезло На Экран Вот И Процесс Исчез Процесс Исчез При Этому Здесь У нас Был Интерапт Сигинт Поэтому Так Называется Асик Терм Терминейт Затерминировал Прекратил Процесс При Этому Если Процесс У нас Подвис Бывает И Такое Что Он Не На Сигинт Не Отвечает Ни На Сиг Терм Не Отвечает Мы Посылаем Кил Минус 2 Посылаем Кил Минус 15 А он Все Не Завершается Зараза То Можно Послав Сигнал 9 Это Сигнал Называется Сиг Кил Убить Его С помощью Операционной Системы То Сама Операционная Система Вычистит Его Отвяжет От Родителя Завершит Очистит Всю память И так Далее Давайте 8986 Попробуем Убить Я Убиваю Процесс 8986 Он Убиваю Прекратился Здесь У меня Статус Килл Да Он Убил Килл Процесс Так Лучше Не Прерывать Ну На Этот Счет Есть Даже Такой Довольно Популярный Мем В котором Расписано Почему Не стоит Убивать Процесс У нас Есть Процесс 1431 Это Процесс Боб Линукс Процесс И у него Есть дети У него Есть Чайлда Который Он Породил Он Может Породить Другие Процессы И вот Если Вы Сделаете Сик Терм Он Расскажет О своих Детях Они Попрощаются Условно Говоря Сик Терм Когда Убьет Все Будет Хорошо Дети Будут Знать Что Родитель Убит Перейдут К другому Родителю И так Далее Если Вы Пошлете Сик Килл То Дети Об Этому Не Узнают Они Погибнут Вместе С Родительским Процессом Точнее Они Станут Процессами Сиротами Их Должен Усыновить Главный Процесс Избин Нит С ПИД 1 Вот И Это Будет Некорректное Завершение Так Что Если Хотите На досуге Тоже Откройте Вот По этой Ссылке По Листете Ну Как Процессы Сироты Усыновляются Главным Процессом Мы Это Чуть Позже Еще Увидим С Вами Посмотрим На Стоит Запомнить Что Есть Определенное Количество Сигналов Вот Такие Они Их Описание Можно Посмотреть Прям В отдельном Мануале Мана Сигнал Вот Здесь Описано Какие Вообще Бывают Типы Сигналов Как С ними Работать Подсылать С помощью Кила И Прочее 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 Вот И Краткая Справка По Всем Основным Сигналам Вот Они Здесь Присутствуют И Вот Нумерация Вот Та Самая Табличка С номерами Где Какой Сигнал Какой Номер Имеет Там Тоже Можете Почитать Мануал Поэтому Дело Тоже Есть И Доступен Давайте Посмотрим На Два Таких Сигнала Сиг Стоп И Сиг Он Который Приостанавливает Процесс И Который Заново Запускает Выведем Список Кил Минус Л Это Не Единичка Это Буква Л И У Нас Сиг Стоп Это 19 И Сиг Это 18 Процесс Давайте Здесь Выведем Так же Список Всех Наших Процесс Пользовательских Но Добавим Еще Вместо UID Поставим Stat Чтоб У нас Был Статус Процесс Виден Здесь Мы Будем Посылать Это Нам Уже Не Надо Мы Закроем Выйдем И Здесь Будем Запускать Наши Процесс Вот У нас Запустился Процесс Который У нас Тестирует CPU Где он У нас Вот он У него Получается 12050 Давайте Его Попробуем С помощью Ключика Минус 19 Застопить 12050 Да Смотрите Он у нас Застопился Буквка Изменилась На Т Да Что Мануалу Что согласно Мануалу PS Означает Что это Как раз Таки Процесс Был Остановлен При При Остановлен Да И Это То же Самое По сути Видите У нас Опять Попал Баш Это То же Самое Что мы Ставим Амперсон В конце Мы Запускаем Процесс Как бы В условно Фоновом Режиме Но при Этому Он у нас При Остановлен И у нас Есть Возможность Обращаться С башей То есть У нас Получается Здесь Два Процесса Один С буковки Т Запустился А другой В данный Момент Раннабл Если я Пошлю Вот тот Который Раннабл Который У меня Бежит 12 276 Тоже Килл Минус 19 276 Вот так Да Он у меня Тоже Изменится На Буквку Т И Здесь Выявится Сообщение Системное Что у Меня Такой Процесс Тоже Приостановился Вот Это Два Приостановлен Процесса Теперь Это Процессы Это Джобс Они Как бы Список В списках Работ У меня Находится Я могу С помощью Команды Собственно Джобс Контролировать Смотреть Списки Кто у меня Тут Запущен Кто у меня Тут Остановлен С помощью Ключика Минус Л Я могу Добавить Еще Пид Процесса И С помощью Команды Фор И Граунд Выводить Номер Определенной Работы На Консоль То есть В данный Момент Они Как бы Выполнялись У меня В фоновом Режиме И были Остановлены Если Я запущу Фор Граунд 1 У меня Процесс 12.0.50 Захватит Опять-таки Мою Консоль Если Программа Здесь Будет Что-то Писать Она Будет Выводить Сюда На Консоль При этом Смотрите У нее Статус Изменился На Run Runable При этом У нее Появился Плюсик Что Означает Что Она Теперь В Группе Фор Граунд Процесс Что За Ним Следит Вот Мой Ну Что Он Вывелся С помощью Фор Граунд Как Отсюда Выйти В Баш Но При этом Чтобы Мой Процесс Как бы Был Запущен Это Как раз Таки Control Z Я Нажимаю Control Z У меня Сигнал Процесс Приостанавливается Вот У него Снова Буковка Т Появилась И При этом В Джобсах У меня Появляются Два Вот Этих Сигнала Они Оба Приостановлены Могу Ли Я Запустить Процесс Чтобы Он У меня Был В Фоновом Режиме Выполнялся И у меня Был Доступ Здесь К Башу Ну То Есть У меня Программа Должна Что То Там Поделать Но При Этом Я Хочу Там Что То Поработать Посмотреть Там Документы И так Далее Поуправлять Систем Да Могу Для Этого Есть Команда БГ Бэкграунд И Также Передав Номер Работы Которые Доступны Мне С помощью Команды Джобс Я Могу Запустить Ту Или Программу В Бэкграундном Режиме Например БГ2 Запустит Вторую Мою Программу Которая Приостановлена Да Смотрите Она у меня Станет Ранабл Буквка Р здесь Появилась Да Обратите Внимание На Амперсанд В конце То есть Как бы У меня Запускается Команда С Амперсандом В конце Помните Мы уже Так Запускали Программу Так Вот Это И Есть Бэкграунд У меня Баш Становится Доступен Я могу Также Выводить Список Файлов Куда То Переходить В необходимой Мне Директории Что У меня В бэкграунде Выполняется Этот Процесс Команды Jobs Я опять Всегда Могу Посмотреть И увидеть Статус Что Она В данный Момент У меня Ранен То есть Запущена А вторая Пока Приостановлена Надо Запустить Вторую В бэкграунде Пожалуйста Делаю BG1 Запускаю Второй Процесс В бэкграунде Они Оба У меня Ранен Бегут Да Оба Запущены Все Никаких Проблем Нет Пожалуйста С помощью Jobs Я вижу Что Они У меня Оба Запущены Давайте Обобщим Информацию Про Jobs То есть У нас Могут Существовать Процессы Которые Мы Запускаем В текущем Терминале В текущей Консоли Введя Там Какую Ни Команду Какие Ни Аргументы Например И Команда Может Начать Выполняться Захватив Вашу Консоль Захватив Ваш Терминал И Выводить Сюда Информацию Ну Вот Пример Это Команда Pink Послав Сигнал Control Z Control Z Или 19 Сигнал Six Stop Да Мы В принципе 19 Сигнал Давайте Запишу Sig Stop Вот Мы В принципе Можем Приостановить Процесс И получить Здесь Опять Доступ К нашей Консоли То есть Здесь Мы Опять Можем Писать Работать Там И Так Далее При этом Если Мы Сделаем Jobs И Посмотрим Список Наших Процессов Которые У нас Приостановлены Или В фоновом Режиме Запущены Мы Увидим Целый Список Этих Процессов И Уже Используя Команды Background Или Foreground Мы Можем Определенный Процесс Номером N Завести Соответственно Либо Фоновый Режим Чтобы он Работал Где-то Там Не отвлекая Нас От Консоли Скажем Так Мы Можем Дальше Продолжать Выводить Ну Работать Консоли Выводить Информацию Вводить Информацию В консоль Вводить Команды Или Foreground Это Опять-таки Вернуться На Передний План Захватив Нашу Консоль По Сути Мы Можем Тут Еще Послать Сигнал 18 Он Ж Сиг Он Сиг Конт Вот Так Он Называется Для того Чтобы Заново Запустить Процесс Тоже Поставьте На Паузу Потренируйтесь Джобсами Позапускайте Пинги Поостанавливайте С помощью Ctrl Z Или С помощью Сигналов Позапускайте С помощью Сигналов Из другой Консоли Последите Как Увеличивается Джобс Какие Здесь Появляются Ваши Джобсы Запущенные Какие У них Статусы В общем Как Со всем Этим Работать Потренируйтесь И После Того Как Потренируйтесь Смело Нажимайте Проигрывание Дальше И Мы С вами Рассмотрим Еще Парочку Интересных Нюансов Касательно Процесс Теперь Давайте Попробуем Сделать Такой Небольшой Эксперимент Найдем Ubuntu ISO Файл Загуглив Например Зеркало Яндекса У Яндекса Есть Свои Зеркала Которые Хранят Ubuntu Вот И Скопируем Например Вот этот ISO Вставим Его В полный Путь И Таким Образом Мы Получим Полную Ссылку Для Скачивания ISO Файла Ubuntu Вот Гигабайтный Файл Да Вот Ну Гигабайтного Нам Хватит Live Server Зайдем В терминал И Командой W Get В Get Мы И Передав Туда Ссылку Мы Можем Начать Скачивание Этого Файла Вот У меня Скачивание Пошло С Такой То Скоростью Столько Скачалось Как видите Он у меня В режиме For Ground Запустился Команды Ctrl Z Я могу Приостановить Скачивание Да Вот У меня Файлик Ubuntu Уже Начал Тут Появляться 40 Мегабайт У меня Скачалось 40 Мегабайт У меня Скачалось Хорошо Давайте Запустим Еще Команду Pink Например 4 Восьмерки Вот У меня Pink Пошел Тоже Его Ctrl Z Приостановлю То есть В Джобсах У меня Здесь По списку Два Процесса Один Оба Приостановленных Да И Теперь Я Сделаю В Get Один Запущу В Background Да Вот У меня Get Запустился В Background То есть На данный Момент У меня Уже Скачиваются Два Файла Ubuntu Вот Когда Второй Одинаковый Файл Скачивается В Get Добавляет Точку Один На Конце Да И Скачка Второго Файла Активно Идет На Видите Он 42 Мегабайта 68 72 Мегабайта То есть Он Фоновом Режим У меня Скачивается Первый Пока Не Увеличивается И Также Запущу Еще Пинг Допустим 88 44 Уже Другой Гугловый DNS Тоже В Background Отправлю Вот Фоновом Режиме То есть Jobs Minusel Покажет Что У меня Два Процесса Бегут Два Процесса Приостановлены В Принципе Это Мне Как раз И Надо И Теперь Поведем Такой Эксперимент Команды PS Minus F Я Вывожу Список Процессов Но Вместе С Колонкой Parent ID Только Выведу Еще Определенные Процессы Вот Этот 16736 16741 16742 16746 Вот Так Это Как раз Таки Четыре Запущенные Мои Командочки Два В Состояние Бегущем Два В Состояние Приостановлены Буквка Т Ну Здесь Просто Слип Потому Что Сложно Напоминаю Что Сложно Поймать На Процессоре Состояние Раним И И Вот Их Еще У Них Есть Parent ID То Есть Они Все Запущены В Баша Давайте Его Тоже Выведу Можно Еще В В Лес Задать Чтобы Красиво Было Вот Я Из Под Баша То Запустил Вот Эти Две Командки Давайте Поставим Это Все На Watch Чтобы Было Интереснее Все Наблюдать И Попробую Теперь Убить Убить Bash Передам Туда Минус 9 Процессу С номером Ой 16 722 Вот Так Все У меня Закрывается Здесь Окошко При этом Смотрите Да У меня Теперь Parent ID У всех Процессов Стала Единичка При этом У меня Скачивание Обоих Файлов Оно У меня Продолжается Да Вот У меня Оба файла Растут 161 167 Да Был 693 699 Вот То есть У меня Тот Процесс Который Был В состоянии Т Приостановлен Он Стал Бегущим Его Процесс Номер Один Когда Подхватил Он Его Запустил При этом Пинг Который Был В состоянии Т Он Убился Да А Второй Пинг Который Бежал В Бэкграунде 8844 Он Также У меня Остался Бежать То есть Это Такая Вещь Когда Вы Убиваете Какой-то Родительский Процесс Во-первых Его Всегда Подбирает Процесс С ID Номер Один Parent Один Номер Один Давайте Так Выведу Сейчас Завершится Не успел Ладно В get У меня Видите Завершился Осталось Стоп Пин Бежать Ну Потому Что Файлы Скачались Вот Или Место Кончилось Да Место Кончилось Ну Ладно Успели Посмотреть Основой Посыл В том Что Parent ID Становится Один И Когда Он Подбирает Процесс Некоторые Процессы Например Команду Pink Он Может Которые Приостановлены Он Может Попросить Завершиться А Другие Процессы Например В get Которые Занимаются Там Важным Делом Скачиваем Он Может Продолжить Он Может Запустить Заново А Может И Завершить То Как Поступить Танит В данном Случае Не Очень Понятно Согласно Своим Каким-то Внутренним Алгоритмом Да Он Будет Руководствоваться Попробуйте Провести У себя Эксперимент Если У вас В get Останется Которые Terminate Был Ой Который Приостановлен Был Которого Была Буквка Т Если Он Убьется Может Быть Такое Ну Тоже Не Удивляйтесь Поэтому Килить Процесс Лучше Всего Не Надо Лучше Всего Стараться Корректно Завершать Процесс При этом Вот у меня Пинг Здесь Идет На 8844 Он У меня Продолжает Идти Хотя Смотрите Еще TTI Тоже Теряется То есть Он Теперь Еще И без Терминала Остался И Управлять Этим Процессом Мы Теперь Можем Только С помощью Команды Kill Да И С помощью Сигнала Номер 2 Sig Ind Который Ctrl C У нас Который У нас По сути Синоним Ctrl C Мы Можем Попросить Завершиться Этот Процесс То есть Давайте В соседнем Окошке Я Попробую Запустить TCP Dump По Всем Интерфейсам Протокол ACMP С Ключиком Это Смотрите Это команда Мы с ней Будем В будущем Знакомиться Она Вводит Все Пакеты На Сетевом Интерфейсе И В данный Момент Я вижу Что у меня Пинг Продолжается Я вижу Пакеты На Сетевом Интерфейсе ACMP Request Реплай От Гугла Приходит Но Я Делаю Kill Минус 2 У меня Процесс Завершается Все Пинг Наконец Превратился Вот такие Процессы Установленные Parent ID 1 То есть Нашим Процессом SBIN И NIT Он же еще Называется За ними Желательно Тоже Следить Вдруг Что-то Произойдет И как-то Их потом Корректно Убивать Повторите Этот Эксперимент За мной Чтобы У вас Остался Опыт Взаимодействия С процессами У которых Убили Родителя Чтобы вы Знали Что Когда Parent PID 1 И когда Parent PID 1 У нас Становится И когда Еще TTI Теряется Скорее всего Это Какой-то Интересный Безродный Процесс Суть Которого И происхождение Которого Желательно Понимать Откуда Он взялся В системе И почему Он такой Стал Давайте Подведем Некую Некий Такой Брифинг По процессам То есть Мы поняли Что Процесс Это Среда Для исполнения Программы При этом Процесс Спроектирован Придуман Таким Образом Чтобы Сам Процесс Думал Что Никого Больше Нет Кроме Него Что Он Без Ну Как Там Полностью Что Ему Доступны Все Ресурсы Системы Полностью То есть Вот Как только У нас Процесс Появляется Он У нас Может В общем Вычисляться На Процессоре Так Давайте Здесь Сюда Вот У нас Есть Исходный Код Какой Там На Языке Си Он У нас Может Быть Запущен Выполняться На Процессоре Ему Может Быть Доступна Память Где Он Может Хранить Свои Там Какие Ресурсы И В Его Представлении Благодаря Виртуализации Памяти Память Будет Вся Его Безраздельна Хотя На Самом Деле Вот Эта Память Может Быть В Настоящей Памяти Размещена В Двух Различных Каких-то Областях Вот А когда Мы Запустим Там Другой Процесс Он Может Быть Размещен Там Другой Памяти Таким Образом Процесс Думает Что Он Владеет Всеми Ресурсами Безраздельно Но Операционная Система По факту Дает Ему Только Часть Ресурсов И Часть Времени Исполнения На нашем Процессоре Вот Это Важно Понимать Но Процессом Иногда Надо Общаться Между Собой Между Собоим Надо Общаться Передавать Какие-то Данные Там И Так Далее И Для Этого У Есть Механизм Межпроцессорного Взаимодействия Или Интер Процесс Коммуникейшнс Вот Они Могут Передавать Данные Между Собой Там По Общему Файлу Допустим Это У меня Процесс 1 Это У меня Процесс Процесс 2 Да Они Могут Писать И читать В Какой-то Файл Вот И Таким Образом Доставать Какие-то Данные Друг для Друга Этот Сюда Пишет Этот Читает Это Тоже Может Сюда Писать Этот Может Считывать Вот Чем Не Межпроцессорное Взаимодействие Вместо Файла Вместо Файла У нас Может Быть Выступать Сетевой Канал Связи Сокет Мы Об этом Чуть Позже Поговорим Да Они Могут Общаться Между Собой По Сокетам Могут Быть Специальные Такие Каналы Пайл Пайп И так Далее Но Самый Лучший Способ Самый Лучший Способ Межпроцессорного Взаимодействия Это Все-таки Дать им Общую Память Если Мы Разместим Два Процесса В одной Памяти Так Чтобы Переменные Одного Процесса А Равно 1 Б Равно 2 Здесь Это Будет Записано А Равно 1 Б Равно 2 Здесь С Равно 3 Д Равно 4 Это Допустим Переменные Д Равно 4 Вот Когда У них Будет Общая Память Это Будет Самое Лучшее Межпроцессорное Взаимодействие Вот Имея Общую Память Процессы Называются Нитями Вот Нити Обычно Уже Пишут Сами Программисты В рамках Какой-то Одной Программы Да И По сути Они могут Заполняться Выполняться Из главного Процесса Обычно Это Какая-нибудь Функция Мейн Например Да Или Другая Любая Функция Она Запускает Процессы И когда У них Одна Память Область Памяти Они Называются Нитями Вот Тоже Запомните Это понятие Что у нас Процесс Может быть Нитью Если Рядом С ним Параллельно В той же Памяти Бежит Бегут Другие Процессы Исполняются Другие Процессы Которые Могут Общаться Общаться Здесь Уже Как бы Механизм Виртуализации Памяти Не работает Но Операционная Система Позволяет Это Делать Таким Образом У нас Рождается Некий Другой Процесс Нить Скажем Давайте Еще Приведу Пример Несколько Полезных Программ Утилит Для работы С процессорами Во-первых Есть Команда LSCPU Которая Позволяет Вывести Информацию О вашем CPU Архитектура Модель Вот это Все Оно Будет Здесь Выведено Также Здесь Будет Количество Ядер Написано Это Как раз CPU С Мы Выделяли Два Ядра Когда Создавали Операционную Систему Два Ядра Здесь Есть Функции Виртуализации Здесь Будет Перечислено Все Что Необходимо Здесь Будет Написано Также Есть Функция LSUF Минус П И С помощью Номера Процесса Мы Можем Ввести Список Файлов Связанных С Определенным Процессом То То Давайте Здесь Запустим Команду Пинг Например А или У нас же там был Testproc CPU Пай Вот Он у нас запущен Я его приостановил Вот Процесс 16 912 Давайте Его посмотрим Список Файлов Связанных С Процессом Здесь Мы можем Видеть Current Work Directory Root Directory Это Тип Файлов Тип Файлов Дескрипторов Которые Связаны С Работой Нашего Процесса Здесь Мы также Видим Все Что лежит В либе Это Библиотеки Которые Он подтягивает И вот Одна из Самых Таких Нужных Нам Библиотек Это LibC Помните Мы говорили Что Все Все Программы Переводят Все процессы Так или иначе Общаются С ядром А ядро Написано На C И они Общаются С ядром С помощью Функции Написанных На C Которые Называются Системными Вызовами Или Систем Колами LibC Это Библиотека Которая Вот Собственно Присутствует Всегда И запускается Всегда При каждом Процессе Используется Любым Процессом Для того Чтобы Общаться С ядром И Также Вот Еще Есть Три Файла Это Стандартный Вывод Стандартный Вывод Стандартный Ввод И Стандартный Вывод Ошибок Мы Их Уже Изучали Вот Здесь Мы видим Что они Как раз Связаны С нашим Псевдотерминалом Который Мы Запустили ПТС Три Давайте Теперь Посмотрим Наши Все Процессы Команды ПС АХ Да Можем Их Вывести Но Еще Добавим Колонку Родителей С помощью Ключика Минус Ф Мы Это Можем Сделать Да Ну Или С буковкой О Прописать Наш Кастомный Формат Ну В принципе С ключиком Ф Побыстрее Будет Вот Мы видим У нас Парент Пи Ид Парент Ид И теперь Поклассифицируем Наши процессы Вот у нас есть Процесс Ид с номером Который Которые С С Б Парент Ядро И Он Является Парент Для Многих Системных Процессов Вот Они с единичками идут, которые у нас запускаются в фоновом режиме вместе со стартом системы. Вместе со стартом системы. То есть это такие системные службы, которые обслуживают уже рождение других процессов, да, или какие-то события и так далее. Вот среди них есть, например, SSH-демон, по которому мы коннектимся и создаем псевдотерминалы через программку PuTi. Как только вы вбиваете PuTi, вбиваете 22-й порт, наш сервер, его вот этот демон обслуживает, этот демон запускается всегда при старте системы, у него parent id единичка, свой p1, например, там 811. Хороший пример такой вот рабочей службы. Но при этом у нас есть ряд процессов, которые прописаны в квадратных скобках и у которых parent id двойка, да, а родитель некий такой k-sred, add, это kernel thread, то есть родитель всех процессов ядерных, то есть процессов самого ядра. Вот, процессы ядра уже обслуживают оборудование, да, работают там с оборудованием и прочим. и само ядро, я напоминаю, это просто программа, самая важная такая в операционной системе. И эта программа, она многопроцессорная, то есть она внутри себя запускает тоже много процессов. То есть у нас есть ядерные процессы, системные службы, их еще называют демонами, вот, и у многих на конце, буковка D на конце, да, например, sshd, демон, если мы тут еще посмотрим, вот, polkitd, демон, rsyslogd, демон, snapd, тоже демон, udiskd, демон, ну, крон, вот, не демон, ну, ладно. Вот, и есть уже пользовательские процессы, которые рождаются уже из каких-то терминалов, да, которые запускает сам пользователь, человек, они всегда имеют привязку к некоторому TTI, заметьте, что у служебных процессов нет терминалов, да, ну, потому что они запускаются вместе со стартом операционной системы, операционная система может запуститься просто на сервере, без всяких там мониторов и клавиатур, вот, у ядерных процессов нет TTI, но вот у пользовательских есть TTI, за исключением, когда мы убиваем их родителей, баш, и тогда они установляются SBIN и NIT первым процессом, и TTI у них исчезает, таким образом они становятся что-то вроде около демоновскими процессами, да, и будут работать, пока либо мы не убьем этот процесс, либо пока не выключим машину, вот, SBIN и NIT, еще называется SystemD, SystemD, это самый, по сути, такой масштабный процесс, который управляет запуском оборудования, запуском системных служб, который монтирует файловые системы, ну и в общем он занимается еще там, по сути это менеджер всего, скажем так, в нашем юзерспейсе, тут можно вспомнить картиночку с нашей первой лекции, да, и вспомнить, что у нас есть некий такой юзерспейс, и все демоны, которые здесь запускаются, в том числе, SSH, D, там, и так далее, которые мы видели, вот, они все запускаются SystemD, или SystemD, который вот, по сути, SBIN и NIT, процесс номер один, все kernel процессы, да, вот, они запускаются ядром, при старте ядра, наша операционная система, примерно такая картина, процесс и NIT, когда был написан давным-давно, в основном, сначала давал пользователю залогиниться, да, его основная задача была, дать пользователю залогиниться через терминал, и начать там, что-то делать в операционной системе, потом уже начали добавлять задач, этому файлу, да, этому, этой программе, вот, ну, например, там, перехватывать осиротевший процесс, пускай будет, делают SBIN и NIT, рождают демонов, пускай делают SBIN и NIT, например, монтируют файловую систему, пускай делают SBIN и NIT, и так далее, то есть у нас SBIN и NIT начал заниматься всем, и в основном приводил систему из состояния, ядро запущено, ядро запущено, да, к состоянию, система готова к работе с пользователем, ну, и с пользовательскими программами, то есть запускает юзерспейс, тут же мы можем вспомнить, Linux Way, что у нас одна утилита делает одно какое-то действие, да, это же основной краеугольный камень подхода к построению системы Linux, а здесь же он нарушается, получается, да, вы можете сказать, что у нас SBIN и NIT занимается всем и вся, вот, систем D занимается всем и вся, но это не так, на самом деле, систем D управляет вот этими вот маленькими своими подзадачами с помощью юнитов или модулей, и таким действием у нас один юнит делает одно действие, ну, например, запуск демона SSH, окей, у нас будет юнит SSH, который у нас описан, что он должен сделать, какую программу запустить, с какими ключами, в каком режиме там и так далее, SBIN и NIT запустит процесс и перейдет к следующему, чтобы его запустить другой там процесс, другой демон, ну, например, там RC-Slog, например, а этот будет уже отпочкуваться и будет работать сам по себе, вот эти юниты или модули, это, обычно файлы, сущности связанные с файлом, который имеет расширение, например, .service, давайте посмотрим, где они находятся, если мы взглянем, .tc-system-d-system, вот, у нас здесь будет куча файлов, среди которых файлы с расширением .service, да, они ссылаются, могут быть ссылками на другие какие-то файлы, могут находиться здесь, например, также это могут быть файлы с расширением mount, да, тогда это юниты, описывающие монтирование, но это по сути тоже как бы некая служба, которая запустится с bin-unit, да, вот у нас sshd-сервис, тоже описан здесь, тоже находится здесь, и с помощью, в принципе, вот таких вот юнитов, давайте, вот, содержимое этого файлика посмотрим, небольших, у нас, самый главный процесс sbin-unit, понимает, как вообще запускать тот или иной процесс, у него обычно прописана точка старта, то есть программа, которая должна запуститься, ключи, с которыми она должна запуститься, там и так далее, после чего она должна запуститься, все это описано в файле юнита, вот, то есть демоны у нас создаются вот с помощью вот таких вот файлов, так как демоны запускаются у нас без какой-то консоли, да, без псевдотерминала, без TTI, а ими как-то надо управлять, то есть специальная утилита, систем, систем, CTL, который позволяет нам, вот, собственно, этими демонами управлять, смотреть их статус, запускать, останавливать, приостанавливать, там и так далее, давайте, собственно, с этим и познакомимся, system.ctl-t help покажет нам список всех доступных юнитов, да, каждый юнит отвечает и делает что-то там свое, есть юниты связанные с сокетами, там, есть юниты связанные с девайсами, обслуживают какие-то девайсы, монтирование, вот как я и говорил, да, или просто служба, которая бежит, например, это SSHD, там и так далее, если мы просто выведем system.ctl на экран, то мы получим список всех запущенных в данный момент юнитов, их статус загруженный, активный, не активный, да, и description, который у нас тут есть, вот такой вот, в принципе, довольно-таки большой список, system.ctl-t, это, собственно, указывает тип юнита, если нам нужен юнит типа сервис, мы делаем так, и нам выводится список всех юнитов типа сервис, здесь надо нажимать Q, чтобы выходить, можем грепнуть по SSH, например, да, и увидеть, что SSH сервис, у нас все загружен, и краткий description, что это OpenBSD, SecureShell сервер, в принципе, все понятно, командой system.ctl статус, мы можем смотреть статус определенного сервиса, ну, например, например, так, вот, будет выведена вся информация, loaded, откуда она загружена, да, это lib system, system, d-system, enabled или disabled, это, по сути, автозапуск при старте операционной системы, если enabled, значит, она будет запускаться, если disabled, значит, она не будет запускаться, ее надо запускать вручную, там, да, состояние, active running, она может быть приостановлена, там, остановлена, документация, что здесь еще есть, PID, сколько оперативной памяти он есть, сколько времени поработал на процессоре, да, и также дерево под процессов, если таковое имеется, и последние, сколько тут, 10 строчек, логов, да, кто тут пытался зайти, кого зафейлили, кто тут пытался зайти, кто зашел, как отдельно смотреть логи, тоже потом покажу, то есть здесь краткая такая справка, которая показывает, в принципе, все у нас с процессом хорошо, или нет, или нет, если мы не знаем номер сервиса, мы всегда можем ввести PID, да, вот у нас номер PID 811, если с этим процессом связан какой-то демон, он выведет нам, собственно, всю справку, по процессу, процессом можно управлять с помощью команды, давайте вот так, команды, стоп, да, таким образом мы останавливаем SSH сервис, у нас все теперь новые подключения создаваться не будут, они никем не будут обслужены, вот давайте я нажму дубликейт, и смотрите, у меня новый путь не открывается, потому что нет демона, он не запущен, он не сможет обслужить входящее соединение, при этом будьте аккуратны, потому что как только это соединение прервется, ну, ничего не останется делать, кроме как бежать к серверу, и запускать его в консоли, поэтому лучше запустить, вот, стоп, старт сделать, да, и таким образом, вот, у нас новые соединения начинают обслуживаться, стоп, старт можно сделать командой, просто рестарт, он остановит и запустит демона, да, при этом смотрите, у нас уже статус 811 не выведет, потому что у нас при перезапуске меняется процесс ID, у нас процесс останавливается, и выдается, и выдается новый процесс ID, вот, при этом, если мы сделаем, есть такая команда reload, то у нас перечитаются все конфигурационные файлы, это гораздо безопаснее, да, процесс ID не потеряет, процесс ID у нас не изменится, вот, mainpid 16933, он был, вот он у нас и остался, при этом у нас, да, появились процессы reload, которые обслужили, по сути, перечитку наших конфигурационных файлов, при этом, я сказал, что это безопаснее, в том плане, что у нас при старте и стопе, ну, или при рестарте, да, если хотите, у нас демон может остановиться, а потом уже может не запуститься, из-за какой-то ошибки, например, в том же конфигурационном файле, только вот при релоуде, это будет более безопасно, потому что если есть какая-то ошибка в конфигурационном файле, то демон у нас продолжит работать в старом режиме, а вам сюда там, может, в логах будет написано, что reload не сработал по такой-то ошибке, поэтому лучше всегда делать reload, по возможности, но не все программы поддерживают reload, то есть программисты вот этой программы, SSH сервиса, SSH демона, должны учитывать эту возможность и должны реализовывать внутри кода функционал, обрабатывающий команду reload. Вот. Если этого кода нет, то, соответственно, у нас и SSH сервис не сможет релоудиться. Команды системы CTL enable и disable мы создаем давайте вот он у нас enable и так уже было, сделаем disable. мы убираем демона из автозапуска. Теперь у нас disable, так как только система перезагрузится, SSH не будет запущен, и мы подключиться по пути не сможем. при этом у нас, смотрите, удаляется ETC systemd system ssd service, а мы, если мы тут отмотаем до самого начала, а вот здесь было, ETC systemd system ssd service, это просто линк, да, на файл, где по-настоящему лежит демон. То есть, все, что лежит в ETC systemd system будет запускаться вместе со стартом операционной системы. И вот, когда мы запускаем операционную систему, там зелененькие буковки ок-ок-ок бегут, да, вот, это как раз таки идет запуск демонов наших всех. Соответственно, команды is enabled, то есть, как бы, задавая вопрос, да, и включен ли enabled, мы можем узнать, включен наш ssd service сейчас или нет в автозапуск. Давайте его включим, чтобы не забыть. Ну, вот, видите, он тут создает simlink ssd service. При этом есть у нас еще такие юниты, как .target, цель, да, у нас операционная система может достигать определенных целей при старте. Multiuser.target, network.target, так и так далее. То есть, когда у нас запускаются все драйвера, там, связанные сетевой карты, когда настройки написываются на сетевую карту, и, в принципе, операционная система может общаться по сети, то есть у нас сервер вышел в сеть, то у нас достигнута цель target, которая, на самом деле, состоит из кучи других, более маленьких юнитов. все эти юниты еще в древовидном виде неком таком у нас находятся. То есть, вот у нас, допустим, network.target, в нем другие юниты. Как только они стартанут, у нас network.target тоже будет ок. После этого мы можем запускать другие юниты, которые зависят от network.target, например, уже тот же самый SSH-сервис. Давайте попробуем создать своего собственного демона. И с помощью мануала на systemd.unit мы можем почитать вообще краткое описание, что из себя юниты представляют, где они в основном находятся, откуда считываются там и так далее. И здесь вот в этой табличке нам говорят, что основные пути, по которому лежат юниты, которые будут запускать тех или иных демонов, находятся здесь. И у нас тут вот есть etc. systemd system system и так далее. и вот тут в принципе написано system units created by администратор должны располагаться здесь. Runtime units это юниты, которые создаются операционной системой, скажем так, во время исполнения уже, когда операционная система запущена. А libsystem dsystem это у нас системные юниты, которые поставляются обычно уже вместе с приложениями, установленные системой. Туда вносить изменения нельзя. То есть нигде здесь вносить изменения нельзя, кроме вот этой папки. Здесь мы будем создавать нашего юнита. здесь описана работа юнита, основные секции, которые используются. вы заметили, у нас юнит состоит из секций, мы сейчас более подробно это разберем. Description, documentation, что хочет этот юнит, после каких-то других юнитов, например, запускаться after before, тоже здесь все это дело описано. если вы хотите создавать сложную программу, которая запускается при определенных условиях, при стартах других написанных юнитов, то вам стоит ознакомиться с этой документацией. Мы сейчас создадим только простенький юнит, основываясь на простом экзампле. Давайте перейдем экзамплс и самый первый экзампл у нас пример позволяет включить определенный юнит, который располагается по определенному пути, после того, как уже у нас система вошла в режим мультиюзера, то есть когда у нас система вошла в многопользовательский режим и готова вообще обслуживать пользователей. Прямо копируем этот текст и создаем vim etc systemd system ну и название нашего юнита роман пуп точка сервис обратите внимание, что вот это расширение файла очень важно тут не должно быть никаких грамматических ошибок создали и вставляем сюда я выделил уже сервис ну вот открыл заново и вставляем вот это содержимое вот единственное давайте выровняем это аккуратно там было у нас с отступами вот у нас появляется три блока юнит сервис и install с параметрами соответственно description здесь можем ввести my loop service да loop это цикл я хочу использовать программу которая у меня там находится в моей папке home роман которую мы собственно писали для тестирования cpu да тест лучше ее скопировать чтобы опять-таки не было ошибок всегда лучше пользуйтесь копипастом тест прок cpu вот копируем сюда и остальное в принципе можем оставить все сохраняем выходим напоминаю что у нас просто так systemd новые процессы сам по себе не обнаруживает чтобы что-то обнаружить что-то перезапустить перечитать когда мы меняем в конфигах необходимо собственно сделать либо reload либо перезапустить процесс там и так далее systemd тоже обладает таким функционалом и с помощью systemctl и команды daemon reload мы перечитываем всех демонов после чего у нас в принципе появляется наш демон так а ну он у нас наверное не стартанул давайте посмотрим статус systemctl status romanbook .service вот он у нас появился да вот написано откуда он loaded отсюда он у нас disabled и собственно inactive dead давайте его стартанем запустили смотрим статус он у нас стартанул вот вся теперь краткая информация о нем вот его pid ну и теперь можем с помощью команды топ отследить топ процессов которые у меня тут работают ну и вот в принципе я вижу 17316 да вот он запустился при этом тут еще вот старенький я забыл забыл какой-то удалить 16280 вот кнопочка q выходим и стоп давайте сделаем ps аукс греб тест да да вижу что у меня второй процесс был запущен когда давным-давно из ps3 и я забыл его убить давайте я его убью и вообще тут много было что-то лишнее запущено передадим segind на лишние процессы тоже можете очистить у себя если они у вас там какие-то затесались так 17603 это мой демон его я оставлю и 17610 тоже в принципе можно удалить вот так ага 17610 а 17610 это сам греб все уже тут он не нужен вот он на него ругнулся 16912 не захотел почему-то у меня удаляться а потому что он у меня приостановлен да видите у него статус т статус т поэтому он в принципе у меня не будет но как только я его запущу он у меня съест тот сигнал который он послал сегвинт поэтому я могу его запустить с помощью посылки сигнал 19 секунд ой секунд у нас 18 прошу прощения 18 вот все таким образом смотрите у меня остался один мой процесс давайте его вот так вот выведем вместе с колонкой чтобы было видно вместе с полями он принадлежит руту да в отличие от других процессов смотрите они принадлежат конкретным пользователям все демоны принадлежат руту он у меня живет 100% в CPU в данный момент памяти немного выделено столько-то TTI у него отсутствует отсутствует да и команда он запускается bin python 3 по полному пути хотя когда я от пользователя его запускал то была точка слэш тоже такая вот отличительная черта команда систем ctl enable я могу его запустить вот я включить в автозагрузку у меня создается simlink да смотрите simlink создается в мультиюзер target wants таким образом у нас мультиюзер теперь включает себя загрузку roman loop сервиса после перезагрузки у меня он будет запущен и будет нагружать мой процессор какой-то работой в данном случае работа бесполезная но это может быть любая другая полезная программа если это полезная программа то мы всегда можем также посмотреть логи то есть я напомню что у нас статус выдает логи вот здесь да вот он пишет что мы started my loop сервис как посмотреть логи отдельно есть такая утилита еще journal ctl она вообще показывает все логи начиная со старта системы с момента создания да там за 2 ноября там и так далее пробелы отлистания вот я могу там отлистать и так далее сверху вниз согласно хронологии если мне надо в обратном порядке с конца пойти я могу включить кнопочку R это реверс вот в данном случае у меня на что-то очень сильно ругается а ругается что не осталось свободного места на диске ну ругается и ругается ладно вот видите да куча логов как среди всего этого найти жемчужину логи для моего определенного юнита для этого я могу использовать ключик минус ю и указать юнит название юнита который у меня тут используется тут здесь надо уже указывать конкретно что это сервис а ну в принципе можно да не указывать я думал это ошибка вот он пишет все логи у меня просто в данный момент состоят из одной строчки что started my loop service такого числа он там стартанул можно его здесь restart сделать да то есть искусственно наплодить искусственно наплодить логов вот я его несколько раз тут растартанул вот видите таким образом у меня выводятся все логи в обратном порядке с ключиком минус r да реверс то есть означает в обратном порядке только одного моего интересующего меня какого-то демона вот если я введу еще ключик минус f то я сделаю follow то есть он мне будет еще на экран выводить текущие мои логи по-моему с ключиком r он несовместим а ну да вот он пишет что реверс нельзя использовать вот follow пишет мне логи хронологии последние 10 каких-то логов да и ждет еще каких-то сообщений поэтому если я сейчас во втором окошке если я сейчас во втором окошке сделаю systemctl reload restart роман вот я увижу что логи тут упали давайте кратко подведем итоги то чему мы сегодня научились и вспомним основные команды для работы с процессами systemd и с вот этими вещами и так для того чтобы смотреть текущие процессы у нас есть командочка ps она же процесс скриншот сокращение снапшот снимок всех процессов в системе просто ps покажет нам сессии текущие процессы текущей сессии psa покажет все процессы текущего пользователя psax покажет все процессы в системе и axu покажет нам еще в более расширенном формате с командами с cpu с памятью сколько там жрет каждый процесс и так далее также мы можем задать свой формат выбрав определенные колонки которые нам необходимо или вывести только определенные процессы также с помощью ключика минус просто f можно вывести в виде леса процессов чтобы смотреть кто от кого родился кто от кого наследуется в виде процессов ну и все эти ключи можно совмещать между собой перемешивать тут дело привычки можно экспериментировать и пробовать их пересекать между собой единственное запомнить что you допустим не будет пересекаться с o потому что you это определенный формат o это допустим кастомный формат определенный но они будут противоречить например друг другу сортировать можно с помощью ключа сорт и указав процент колонка почему мы будем сортировать сортировать сортировка будет в режиме возрастания по умолчанию а если мы добавим минус в конце ну конечно без скобочек вот этих вот то у нас будет сортировка по убыванию вот также кроме ps у нас есть такая команда как топ она будет в интерактивном режиме выводить у нас список всех текущих процессов при этом вверху будут самый высоконагруженный процесс нажав там клавишу f мы можем выбрать определенные филды поля или определенной колонки попробуйте можно удалить добавить информацию и смотреть только то что нам необходимо также я акцентирую ваше внимание на том что на самом деле все выше указанные команды работают с файлами которые расположены в этом каталоге то есть у каждого процесса у каждого процесса есть набор файлов где описаны все параметры этого процесса в том числе даже как память распределена как производится виртуализация памяти для этого процесса вплоть до самых маленьких нюансов если вы что-то не нашли с помощью этого всегда можете поискать по содержимому определенный параметр к определенному процессу это уже прям такая тонкая настройка можете тоже попробовать nice и nice задают приоритет тоже вспомните как это работает это по сути уступчивость да вот вспоминаем что процессы работают управляем управление процессом работает с помощью сигналов которые мы посылаем с помощью утильты kill да и минус номер сигнала который мы здесь используем kill минус l выведет список всех сигналов вот jobs покажет нам собственно все процессы запущенные в режиме foreground или background приостановленные бегущие при этом можно вывести их на foreground можно загнать их в background и если мы прописываем команду а в конце добавляем пробел ampersand то в принципе у нас команда автоматически начинает пополняться в background режиме тоже это поизучали знаем теперь lscpu эту информацию о нашем собственно cpu lsuf-p с указанием p.id выведет список всех файлов связанных определенным процессом тоже иногда пригождаются и демоны 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 которые рождаются с помощью sbin need она же утиль то еще синоним это system d вот менеджер всего в юзер спейсе для того чтобы управлять уже демонами которые не имеют TTI которые не имеют терминала ни клавиатуры ничего у нас есть ряд инструментариев утилиты system ctl а именно start stop остановить начать restart это stop start и reload аккуратненько перечитать файл попробовать если это конечно ваш демон поддерживает информацию вывести статус собственно там вся информация is enabled покажет вам включен или выключен данный про демон если вы создали своего демона не забудьте выполнить daemon reload чтобы system ctl узнал что появился новый демон прочитал про него информацию и с ним можно было бы начать работать с помощью вот этих выше указанных утилит и journal ctl поможет нам искать логи по определенному демону в режим минус r мы включаем обратную хронологию минус f без r тогда уже мы выводим логи на экран в режиме онлайн очень полезно для дебага когда мы что-то дебажем что-то отлаживаем минус u пробел юнит здесь собственно указываем имя юнита который мы можем достать из систем ctl например статус ну или если мы его знаем просто указываем имя юнита что ж сегодня был довольно познавательный урок разобрались с одной из важнейших вещей в операционной системе с планировщиком процессов как операционная система управляет процессами что есть процесс как посмотреть те или иные процессы их определенные параметры что происходит при убийстве процессов да если у них есть дети тоже поизучали потренировались я надеюсь было интересно и вы повторяли все за мной и таким образом тоже попрактиковались процессах если вам что-то интересное плюс-минус то конечно можете сами себе включать фантазию и делать шаг в сторону без проблем ну а на этом все встретимся на следующем занятии и все что-то Продолжение следует...